МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Сочи убит текст-депутат городского собрания Александра Широбокова зарезали в салоне автомобиля. Единый скипас на курортах Красной Поляны. В этом сезоне горнолыжникам доступны 135 км трасс по одному билету с фиксированной ценой. Спорт на пилоне. Международные соревнования по воздушной акробатике прошли в Сочи. Здесь же спортсмены получили путевку на чемпионат мира. Изменить гражданский кодекс России, чтобы защитить региональных производителей. В Совете Федерации поддержали предложение губернатора Краснодарского края присваивать географическое указание только тем товарам, которые сделаны из местного сырья. Вениамин Кондратьев выступил сегодня с такой инициативой в Москве на заседании Палаты по вопросам защиты интеллектуальной собственности. Губернатор заметил, для кубанских производителей это очень необходимая мера. Существует много случаев, когда за местные выдаются товары, выпущенные за пределами Краснодарского края. Чтобы избегать этого, придется внести дополнение в статью Гражданского кодекса о наименовании места происхождения товара. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрила инициативу и отметила, что подобная мера позволит не только улучшить узнаваемость региона, но и повысит уровень доверия к производителям. Лучшие пляжи, наиболее комфортные гостиницы и самых вежливых горничных назвали в Краснодарском крае. В Геленджике подвели итоги конкурса «Курортный Олимп». В 17 номинациях приняли участие представители туриндустрии Кубани. От небольших кемпингов до отелей все включено. Победителей поздравил и наградил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что курорты края в этом году приняли рекордное количество отдыхающих. Краснодарские коллеги с подробностями. Те, чья работа делает чужой отдых комфортным и незабываемым, сегодня сами на один день взяли выходной. Лучшие представители туриндустрии от администраторов до отельеров в ожидании финала «Курортного Олимпа». Буквально за 10 минут до начала официальной части участники вспоминают, как проходили отборочные этапы. Жюри обращало внимание на каждую мелочь. В финал всегда попасть сложно, потому что данный конкурс является одним из самых важных у нас на побережье. И мы не первый год принимаем участие в этом конкурсе. Всегда проверяется все очень детально, с большими и высокими требованиями, что позволяет нам понимать, куда мы движемся, как нам лучше развиваться, как лучше развивать эту отрасль. Проверяли на самом деле все очень тотально. И даже не знали, что столько можно у нас показывать, сколько задавалось вопросов. Приезжала комиссия в составе, по-моему, пяти или шести человек. Проверялись документы, проверялись сертификаты, рестораны, номерной фонд. Поздравить победителей конкурса в Геленджик приехали губернаторы Вениамин Кондратьев и председатель законодательного собрания края Юрий Бурлачко. За более чем 10 лет премия стала уже своеобразным «Оскаром» в отрасли туризма. Поэтому неудивительно, что число участников в этом году выросло в два раза. Заявки подали 260 предприятий. Ведь заветная награда – это как знак качества для отеля или санатория. Так, лучший пляж находится в Сочи. А награду в номинации «Туристическое событие года» забрали организаторы байк-фестиваля на Тамане. Курорты края должны быть конкурентно способными, обратился к собравшимся губернаторам. Важно, чтобы туристу вновь захотелось возвращаться в наш регион, но уже за новыми впечатлениями и зимой, и летом. Туристический комплекс, он очень стремительно развивается и расширяется. И здесь, коллеги, нам главное быть конкурентоспособными. Мы живем в уникальном крае, и мы должны иметь вот такой арсенал, такой запас новых инструментов, новых решений, продуктов, которые мы можем и будем продавать, которые обеспечат нам конкурентное преимущество. Пляжи должны быть разными, потому что каждый из вас, сидящий здесь, даже если он руководитель, собственник, хозяин, чуть-чуть архитектор. Так вот, реализуйтесь. И в пляжах, и в этой территории, которая находится рядом с вашими санаториями, и в самой архитектуре реализуйтесь. Вот разные должны быть пляжи по облику, но по стандарту, высокому стандарту оказания услуг одинаковы. Вот в этом стратегическая задача и преимущество будет курортов Краснодарского края. Курорты Краснодарского края – это не просто туристический бренд, это классика отечественного отдыха, который имеет свой особенный стиль, который совершенствуется и шлифуется год от года. Курорты Краснодарского края бьют очередные рекорды. Пожалуй, это самый главный результат работы туристско-санаторной отрасли. На Кубань едут гости со всей страны и не только, чтобы принимать солнечные ванны, любоваться морем и пейзажами и восстанавливать здоровье. Практически 16,5 миллионов отдыхающих и туристов уже посетили курорты Краснодарского края. Коллеги, это результат. Наш край не только житница, но и лидирующая здравница нашей страны. Спасибо вам еще раз. И за рекорд тоже. Благодаря вашей успешной работе, коллеги, на самом деле мы заняли первое место в России среди регионов по развитию внутреннего туризма. Это объективный результат, очень серьезный результат. Но количество отдыхающих и туристов к 2030 году должно составлять не меньше 22 миллионов в год. Если подойти последовательно, грамотно, создать систему, которая позволит нам никому не отдать свои лидирующие позиции на курортном Олимпе страны, а может быть подбираться и к мировому курортному Олимпу. Высокий курортный сезон подошел к концу, итоги подведены. Но это не повод расслабляться. Стартует новый курортный, но уже зимний сезон. А значит, новую волну туристов примут горнолыжные склоны. Роза хутора и Красная поляна. Горячий период, новогодние рождественские каникулы. И здесь главное – не подвести тех, кто доверил свой отдых курортам Краснодарского края. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов и Алексей Комаров. Кубань, 24, Геленджик. Сочинские победители краевого конкурса «Курортный Олимп» уже вернулись из Геленджика. И сегодня их поздравил глава курорта Анатолий Пахомов. Из 17 конкурсных номинаций город Сочи принимал в 13-ти, и мы получили первых мест 8, вторых мест 6, третьих мест 11. В конкурсе «Курортный Олимп» участвовало 260 санаторно-курортных учреждений. И из них 130, то есть ровно 50%, это были наши учреждения. Это говорит о том, что наши санаторно-курортные учреждения, наши пляжные учреждения и вообще все, что связано с туризмом, они оказывают самые качественные услуги и работают по высоким стандартам туризма. Мне только остается всех тех, кто принимал участие в конкурсе «Курортный Олимп» и стал победителем, поздравить с этим успехом и пожелать продолжать работать над качеством туристических услуг и быть всегда победителями. И в продолжение курортной темы определены лучшие пляжи России. Находятся они на курортах Краснодарского края, Крыма и Калининградской области, а также на Байкале, сообщает Турстат. Судя по рейтингу лучших пляжей России, популярных для отдыха в 2018 году, в первую десятку вошли Массандровский пляж в Ялте, пляж в Джемете, это Анапа, золотой пляж в Феодосии, Новороссийская Суджукская коса, а также пляж Эмеретинский в Адлере и Чайка в Лазаревском районе Сочи. Для оценки пляжа использовались такие критерии, как чистая вода в море и самого пляжа, наличие удобства, работа службы спасения, доступ к городской инфраструктуре и отзывы в интернете. Сочи убит бывший депутат городского собрания Сочи. В центре города на улице Красноармейская найден убитым 58-летний Александр Широбоков. Тело было найдено в салоне автомобиля в ночь на воскресенье. Следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщило, что по факту гибели мужчины в Сочи возбуждено уголовное дело. Экс-депутат и бизнесмен скончался от ножевых ранений. Александр Широбоков, член партии «Единая Россия», избирался депутатом горсобрания в течение двух созывов с 2000 по 2010 годы. Входил в городскую депутатскую комиссию по земельным вопросам. В последние годы Широбоков возглавлял жилищно-строительный кооператив «Альфа». В ЖСК неоднократно возникали проблемы с законностью строительства. Пайщики кооператива многие годы судят со справлением по многочисленным претензиям. Также местные издания писали о накопившихся долгах ЖСК. Широбоков являлся и учредителем нескольких строительных компаний. И к другим новостям. В ночь со 2 на 3 декабря в Сочи произошел пожар. Жилой дом в селе Черешня огнеборцы тушили в течение часа. Как рассказали в пресс-службе Краевого управления МЧС сообщение о возгорании одноэтажного жилого дома с мансардой на улице Рассвет в селе Черешня на пульт дежурного 0-1 поступило накануне в 22.16. Пожарные подразделения прибыли через 19 минут и через час ликвидировали возгорание. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, уточнили в ведомстве. На месте работали 16 человек и 4 единицы техники. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 4 декабря в Сочи переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 10, плюс 12. Днем 15-17 градусов выше нуля. Стоматология доктора Куликовского, компьютерная 3D-томография, инновационные технологии лечения под микроскопом. Команда профессионалов, которой стоит доверять. Салон-магазин «Куранты» объявляет о новогодних скидках на брендовые часы из Швейцарии, Японии и России. Спешите за подарками. Изящные женские часы, классические мужские, топовые, молодежные. Центральный универмаг напротив ЖД вокзала. Сервис Опыт Технологии Но самое главное Мастерство Часовой салон-магазин «Куранты» Штрих вашего стиля. Широкий выбор, доступные цены. Ждем вас по адресу. Улица Горького, 53, ЦУМ, второй этаж. 8-918-3243 День города охоте прошел, а сочинцы продолжают получать подарки. Очередной подготовили для жителей Лазаревского района. Там торжественно открыли обновленный сквер «Восход», расположенный на улице Победа. Ну а в скором времени в самом отдаленном районе курорта появится совершенно новый парк. Тенистая аллея, удобное расположение по дороге к морю и близость к кинотеатру. Вот такое место отдыха для жителей и курортников. Глава города Анатолий Пахомов осмотрел обновленный сквер, который уже успели нарисовать юные художники на пленэре. К открытию здесь приурочили интересные мастер-классы, выставки, а также выступления юных вокалистов и поэтов. Наш Сочи с каждым днем преображается. Добром и радостью, и дружбой цветет. И в праздник города пусть сквера открывается, как наш красивый и любимый сквер «Восход». Ранее основные свои мероприятия по благоустройству мы направляли на прибрежную часть, на регуляционные зоны, то есть там, где у нас действительно находятся отдыхающие. Сегодня отведен курортный сбор, и именно за счет курортного сбора мы будем реконструировать, содержать наши регуляционные зоны, пляжные зоны. А вот деньги, которые из бюджета города направляются на благоустройство, должны быть направлены на те места, где наши жители живут, там, где их детки гуляют. И поэтому мы взяли курс на строительство скверов, парков, на благоустройство наших улиц. До конца года на этот сквер выделено 27 миллионов рублей, и он должен стать самым лучшим украшением Лазаревской. Вот я предлагаю, чтобы все жители активнейшим уже смотрели за тем, как он реализовывается, и действительно, чтобы на эти деньги было построено все то, что просто необходимо жителям, то, что радует глаз. И сегодня мы тоже находимся у обновленного сквера, который называется «Восход». Я хочу поблагодарить тех предпринимателей, тех жителей Лазаревского района, которые активно приняли участие. И сегодня действительно создали популярное место отдыха. Гуляйте, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни и будьте счастливы. Берегите этот сквер. Его делали для вас. В тот же день в Лазаревском районе был открыт новый пешеходный мост через реку Макапсе. Прежний был разрушен стихией. В октябре он соединял поселок и обеспечивал жителям короткий путь к железнодорожной станции. Губернатор Краснодарского края Венемин Кондратьев дал поручение местным властям восстановить мост в течение 20 дней. Сочи получил 66 школьных автобусов в рамках исполнения федерального закона. Когда они выйдут в свой первый рейс, мы узнали в городском управлении по образованию и науке. Подробности далее. Автобусы с яркими красивыми наклейками появятся на дорогах Сочи в апреле следующего года. А пока они даже без номеров находятся на стоянке в муниципальном автопарке Сочи Автотранс. А выйти в рейс сейчас не получается. Необходима процедура оформления документов. Проводится обследование маршрутов совместно с сотрудниками ГИБДД и службы дорожного хозяйства. Конкурсная процедура по техническому обеспечению транспорта. Оформляются также паспорта готовности. Всем этим занимается Центр по ремонту и эксплуатации образовательных организаций, который недавно создан. Мы ищем, конечно, профильных специалистов, транспортников, специалистов по безопасности дорожного движения, специалистов, которые будут координировать деятельность, связанную с выпуском автобусов на линию, с арендой стоянок, площадок. Нам сегодня их нужно пять. Пока мы имеем в наличии договоры по трем площадкам. Планируется взять на работу 100 водителей для специализированных школьных автобусов российского производства. Это всем знакомые пазики. В них 31 место с ремнями безопасности. Школьные перевозки будут организованы с обязательным сопровождением взрослых. Логистические схемы разработаны. В Сочи в новом году будет обеспечен подвоз на учебу 6 тысяч детей. Средства на покупку школьного транспорта выделены из регионального и местного бюджетов. А в целом на приобретение автобусов край затратил 340 миллионов рублей. Новые автобусы появились в 12 районах края. Всего более 120 половины из них по просьбе главы города Анатолия Пахомова досталось в Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Внимание родителям! В Сочи пройдет перекличка очередников в детсады. Управление по образованию и науке приглашает родителей на прием. С сегодняшнего дня и вплоть до 31 марта городское управление образования проводит проверку сведений очередников для подтверждения данных детей. На прием приглашаются родители, чьи дети родились с 2013 года по 2017. Юные сочинцы, родители которых не явятся в указанные сроки, будут внесены в резервный список и рассматриваться при комплектовании 2019 года не будут до повторного обращения. Прием проводится во всех районных отделах Управления по образованию города Сочи. График приема единый. Вторник, среда с 14 до 17 часов, четверг с 10 до 12. При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие льготу и уведомления о постановке на учет. Для того, чтобы актуализировать данные у родителя, потому что многие из них ставят на очередь ребенка сразу же после рождения. Прошло 2-3 года. Изменился адрес, изменилась там фамилия, изменилось что-то. Вот для того, чтобы эту работу вручную не проводить, мы сейчас актуализируем просто эти данные в очереди. Сегодня в кинотеатре «Аэлита», что в микрорайоне Бытха, состоялся праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья, организованный при поддержке депутатов городского собрания Сочи. Он проводится ежегодно, а 3 декабря в Международный день инвалидов. В Хостинское общество инвалидов входит 940 человек. Конечно, все прийти на праздник не смогли, а многие из тех, кто пришел, приняли участие в выставке рукоделия. Это люди с золотыми руками и добрым сердцем. Так про них говорит председатель общества инвалидов Хостинского района Антонина Наумова. Они очень любят, когда выступают дети, поэтому на праздник, вы видите, все идут радостные, довольные, счастливые. Мы им подготовили также сладкие подарки благодаря нашим депутатам. Несмотря на проблемы со здоровьем, люди с ограниченными возможностями здоровья по возможности стараются собираться вместе. Перед детским концертом спели и сами. Говорят, унывать нельзя и порой сами служат примером жизнелюбия и жизнестойкости для других сочинцев. А в Хостинском районе, как и в целом в городе, для них создаются все условия. Реализуется программа «Доступная среда». Это создание безбарьерной инфраструктуры для инвалидов. Были разработаны новые стандарты строительства и всегда помощь оказывают депутаты городского собрания Сочи. Огромное спасибо нашим ветеранским организациям, спасибо нашим ТОСам, которые мы изо дня в день, каждый день стараемся находить новых-новых и чем-то хоть осчастливить, потому что у них не хватает общения. Вот то, что сегодня здесь проходит, я думаю, что для них очень большая радость. Те, кто не может в ФИУС именно физических ограничений, каждому на дом придут и поздравят, отметят, что мы их знаем, мы о них заботимся, и что они чувствовали, что они с нами. А в России, как и во многих странах, 3 декабря отмечается День инвалидов. Организована эта дата для людей, которым трудно преодолевать недуг. В Сочи проводятся целые декады инвалидов. Во вторник самых активных будут чествовать в зале органные и камерные музыки. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Событие, которого ждали тысячи туристов, свершится в этом зимнем сезоне. В Сочи вводится единый скипас, по которому будет доступно 135 километров трасс. Знаковое решение о создании единого скипаса для горных курортов Сочи было принято председателем правительства Российской Федерации. Дмитрий Медведев поручил руководству курортов разработать и реализовать механизм внедрения единого электронного носителя для посещения зон горнолыжного катания. Если раньше туристам в течение одного дня приходилось отдавать предпочтение склонам конкретного комплекса или при переходе на другой курорт снова покупать скипас, то с этого года все значительно упрощается. Теперь горнолыжники и сноубордисты смогут кататься на трассах двух горных курортов Сочи, купив всего один билет по фиксированной цене. Курорты Красной Поляны подписали договор о введении единого скипаса. На выбор гостям предложат несколько тарифов в зависимости от периода использования. Разовые со сроком действия один день, сезонный абонемент с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из курортов и абонемент на несколько дней от двух до семи. Тему введения единого скипаса курорты обсуждали давно, однако, чтобы реализовать идею на практике, потребовалось разрешить ряд серьезных вопросов. Прежде всего, много времени ушло на техническую реализацию проекта. В будущем единый скипас будет действовать на всех горных курортах Сочи. Единую зону катания планируется создать за счет строительства дополнительных канатных дорог, которые соединят трассы всех курортов на хребте Аибга. Сегодня же, благодаря снегопадам, прошедшим накануне, склоны уже доступны для катания. Всего в зимний сезон в Сочи ожидается порядка 1 миллиона 300 тысяч отдыхающих. В Сочи прошел третий традиционный международный турнир по воздушной гимнастике и полспорту среди взрослых и детей от 4 лет. Победители соревнований впервые будут представлять Россию на чемпионате мира в Турции в мае 2019 года. Международный турнир по воздушной гимнастике и полспорту собрал в Сочи более 300 спортсменок из разных городов России. В большинстве представители сочинской команды, аккредитованы Краевой Федерацией воздушной и эстетической гимнастики. Мы уже 12 лет добиваемся, чтобы воздушная гимнастика стала в реестр официальных видов спорта России и, в принципе, также других стран. Соответственно, нам нужно проводить чем больше, тем лучше этих международных турниров, на которых встречаются совершенно различные города и страны. Тогда наверняка будет больше людей, которые действительно, возможно, нас аккредитуют. В турнире приняли участие профессионалы и любители. Каждая участница в своей возрастной категории показывала упражнения на кольцах, ремнях, полотне и пилоне. Выступали и дуэтами. Это самый лучший турнир из тех, которые мы когда-либо были. Очень радушные люди здесь, очень добрые, всегда поскажут. Для кого-то турнир стал дебютом, а большинство приехали побеждать, поскольку эти соревнования – путевка на чемпионат мира. Хочу поехать в Турцию и выступить сам отлично. В командном зачете с отрывом всего на одну золотую медаль победили гимнастки из Перми. По результатам отборочного турнира 120 обладательниц кубков впервые представят нашу страну на турнире в Стамбуле. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. «ФКТ» ВКонтакте.